Вот она, несбыточная мечта советского гражданина. Это намного позже мечтали о Жигулях. Первые победы распределялись исключительно с указания сверху за личной подписью самого Молотова. В очереди за этой ласточкой стояли и герои страны, и лауреаты сталинских премий. И даже когда автомобиль появился в советских автосалонах, нельзя сказать, что он был доступен простым рабочим. Например, «Москвич» стоил 9 тысяч рублей, а победа — 16. Это выставочный образец из частной коллекции. Выезжает только по праздникам. А коллекционирует эту красоту депутат Саратовской областной думы Леонид Песной. Алексей за рулем более 40 лет, но победой управляет впервые. Говорит, работал на подобной машине, на 21-й «Волге». Сейчас встретить такую на дороге уже редкость. Сегодняшний выезд не остался без внимания горожан. Какие впечатления? Вспомнили былое? Да, машина того времени. Наш автопром, начало его автопрома, историю. А то наша молодежь не знает, какие машины гуляют по телевизору. А молодежь о победе знает не понаслышке. Эту машину построили на базе советского автомобиля. В интернете ее окрестили русский Rolls-Royce. Еще одно творение поколения Next – гоночная победа. Собрал ее любитель дрифта и экстрима. Родной тут только кузов. Двигатель 550 лошадиных сил. Мощь такая, что горят покрышки. Кстати, неделю назад группа «ГАЗ» заявила о намерении возобновить производство автомобилей «Волга» не на конвейер, а под индивидуального заказчика. Ценители победы надеются, что производители когда-то вспомнят и о не менее престижной марке «ГАЗ-М20». Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.